Вот, значит, стратегия родителей относительно разговоров о важном. Хороший вопрос, и как раз отдельно хочу на нем чуть-чуть больше остановиться. Значит, смотрите, вообще, на мой взгляд, сейчас стратегия вот в концепции вот этой вот позитивной повестки, мне кажется, что сейчас стратегия родителей по отношению со школой нужно выстраивать, опять-таки, в позитивном ключе. Как я это вижу вот в отношении тех же самых разговоров? Многие говорят, все, не пойдет ребенок мой на разговоры. Дело в том, что вы должны понимать, что вот этот вот час, который есть сейчас официально у классного руководителя в расписании, это уникальная возможность учителя, классного руководителя с детьми поработать. И когда его не было, то, соответственно, проведение классных часов либо за счет уроков классного руководителя осуществляется, либо, соответственно, там как-то где-то они каким-то образом вылавливают детей и что-то там с ними пытаются делать в каких-то переменах, или там уговаривая не пойти на кружок и остаться в школе еще на час за рамками расписания. То есть это всегда был геморрой. Сейчас вот этот час, это, конечно, отдушина для классного руководителя в том плане, что он может совершенно четко подготовиться к классному часу и с детьми пообщаться и поработать. То есть это такая правильная история, на мой взгляд. И вот вопрос содержания. То есть вот те сегодняшние разговоры, которые мы имеем, они, конечно, очень-очень сильно вызывают вопросы. Ну, я напоминаю, я это уже несколько раз писал, что у нас же есть такая вещь, как 28-я статья Федерального закона об образовании в Российской Федерации. Эта самая статья определяет полномочия образовательной организации, то есть школы. И в ней четко написано, что именно школа определяет содержание тех занятий, которые проводятся в ее стенах. И, соответственно, учитель – это тот человек, который эту самую программу учебную или воспитательную, он ее утверждает и реализует. И никто, никакой министр, никакой начальник отдела образования, никто вообще, в принципе, даже глава района, не имеет права указать директору школы и учителю, о чем разговаривать на разговорах о важном. То есть, в принципе, никто не имеет такого права в федеральному закону. И поэтому на официальном сайте разговоров написано, данные материалы носят рекомендательный характер. Прямо вот на первой странице, вверху слева, если вы посмотрите. Прямо написано. Поэтому, когда кто-то, вот эти вот спящие или какие-то там, значит, сонные учителя, директора и прочие в заучи начинают вам втирать дичь о том, что мы не можем ничего изменять, это, значит, нам прислали из Москвы, это вы можете совершенно спокойно открывать вместе с ними этот сайт и показывать туда пальчиком в этот угол и говорить. Дорогой друг, Иван Петрович, Марья Петровна, там, кто угодно, вот вы, закон, вот, знаете, 28-я статья, вот вам, собственно, здесь написано. Именно поэтому, вот в этом углу так написано. Поэтому, извините, но вот эту тему кридом давайте-ка мы уберем из вашего расписания. Давайте-ка мы с вами проведем какой-нибудь очень важный, очень нужный разговор о чем-нибудь более интересном. Да, поэтому мне кажется, что здесь должна быть как раз та самая воля родителей проявляться, да, аккуратная, уважительная, очень твердая. Но, значит, либо вы, дорогой, дорогая Марья Петровна, если вы продолжать будете настаивать, я, конечно, буду спать вместе с ребенком в этот час. Ну, потому что я не собираюсь слушать вот эту галиматью. Вот, и пойдите-ка вы мне об этом расскажите, потом где-нибудь, значит, попробуйте на меня накатиться. Вот, значит, поэтому нужно, мне кажется, здесь в первую очередь пытаться найти способ, как договориться с учителем, с классным руководителем и объяснить ему, что давайте, там, Марья Петровна, мы сделаем что-то более ценное для детей. Кроме того, вам не надо будет переписывать вашу же самую собственную рабочую программу, потому что у всех учителей по этому поводу, на самом деле, написаны рабочие программы, в том числе по воспитательной работе и в том числе по этим самым разговорам о важном. У них там есть план, вы можете посмотреть этот план, и вместе с учителем по этому плану, который утвержден у них в начале года, в августе, составить, помочь ей составить те занятия, которые будут всех устраивать. И вас, и ее, и, собственно, совершенно не обязательно. То есть что-то можно брать, наверное, из материалов официального сайта, если это будет совпадать по плану, который у нее, значит, у вашего классного руководителя зафиксирован. Либо, собственно, тогда что-то сделать свое. Дело в том, что вообще изначально разговоры о важном затевались, как некая такая совместная история, то есть было изначально заложено в программу 17 только лишь общих федеральных тем. А сейчас их 34 запланировано. То есть, опять-таки, планы все время двигаются, и непонятно, какие на самом деле планы нас ожидают. Потому что они берут тему, которая и была на той неделе, все это знают, да, заменили на другую. А этот Станиславский несчастный исчез вообще. Куда он исчез, теперь никто не знает. Но, видимо, он уже исчез совсем. И вот на этом основании, на основании того, что школа уполномочена самостоятельно свою рабочую программу, в том числе программу по воспитанию, реализовывать, значит, вот надо, мне кажется, просто вести разговор со школой, с классным руководителем, с завучем, с директором, и объяснять им, что давайте будем уважительно относиться к закону, к федеральному закону об образовании. Иначе что это такое? Вот. Поэтому мне кажется, что вот нужно такую тактику сейчас в отношении разговоров применить. И, собственно, использовать этот час, который у учителя, и так, слава богу, он появился, да, вот использовать просто его эффективно. Вот и все. Ну, если совсем все плохо, ну тогда просто просыпайте, что делать. Не знаю. Вот. Значит, так. Дальше поехали вопросы. Значит, можно ли куда-либо написать, чтобы уроки не заменяли олимпиадами, грамотность ими играми, кого требовать выполнение учебного плана. На самом деле, опять-таки, возвращаемся к 28-й статье федерального закона с директором школы. Вот. И по идее, значит, ну как сказать, они могут что делать? Что может делать, на самом деле, завуч, директор? Они могут замещение, то есть, ну вот болеющий учитель. Вот на замещение ставить что-то другое. Ну, как бы ту же самую олимпиаду, там еще что-то. И это не будет, грубо говоря, никаким нарушением. А если идет, соответственно, выпадение просто уроков, то есть, берут, снимают урок и ставят. А при этом учитель живет здорово, все в порядке. Тут возникают вопросы. Потому что это действительно нецелевое использование тех часов, которые государство, собственно, платит учителю, например. Поэтому надо просто здесь вот долбить их этими всеми вещами. Понятно, почему они делают это. Почему они отвлекают на все эти, так сказать, внешние приходящие указивки. Проведите урок цифры, там еще что-нибудь. Проведите тестирование для прокуратуры. Они это делают, потому что им это приходит сверху от непосредственного руководства. И совсем отказываться им тяжело. Они как бы между двух огней оказываются. Я имею в виду заучи, директоров. Но если родители будут достаточно активно и активные позиции в этом плане проявлять, то, соответственно, проблема основная, как я вижу сейчас, это то, что активных родителей в классе не так много. И большинство, если родители это по барабану, то тут как бы довольно тяжело бороться. Но все-таки, ну, мне кажется, что все равно надо это делать. Пытаться это делать. Так. В отписках чиновников на запросы родителей по школьным проблемам часто используется фраза, что это на усмотрение школы. Ну, правильно, потому что вот у нас сегодня тема, да? Мы изучаем сегодня с вами тему 28-я статья федерального закона. Но они правильно пишут, это на усмотрение школы. Проблема в том, что они пользуются при этом, как бы отвечая вам на то, что это на усмотрение школы, они при этом пользуются телефонным правом и давят на директора. Вот. Как вы думаете, могут ли сегодня родители как-либо повлиять на решения, которые принимают школы? Каким образом или в какой форме это нужно сделать? Какова, на ваш взгляд, роль общешкольных родкомов в образовательном процессе? Никакая роль, если честно, на мой взгляд. Она существует только там, где есть адекватный директор. Вот там, где есть адекватный директор, который ищет, по сути дела, связь с родителями и ищет опору в родителях. Тогда, да, тогда мнение родителей, во-первых, слышат, такие директора. А во-вторых, собственно, ну, есть шанс, что мнение будет не только услышано, но и, что называется, в жизнь войдет, да. Но здесь надо очень важный момент тоже понимать и учесть, что далеко не все идеи родителей применимы в школе или вообще уместны в школе. и есть прецеденты, к сожалению, да, и я их знаю, и дальше, кстати, там вопрос будет, похожий на эту тему. Значит, когда родители пытаются перехватить, ну, что называется, инициативу в школе, и это на самом деле вредит учебному процессу, решению педагогических задач. То есть здесь надо, ну, то есть появляется условная ситуация, да, такой сюжет, да, из недавних. Появляется бойкая мама или бойких двое мам, которые начинают перетягивать на себя одеяло в классе, не в том смысле, что в отношениях там с родителями и еще, а вот именно инициативой, да. И, соответственно, начинается конфликт сугубо педагогический. То есть не исполняется та же самая учебная программа, да, то есть постоянно влезают в какой-то процесс там учебный, пытаются советовать что-то и так далее. И начинается конфликт с учителями, там, предметниками, учителями с классным руководителем и так далее. Здесь нужно держать такую очень грамотную, ну, такую грамотную дистанцию, потому что школа – это такой все-таки производственный процесс, довольно строгий и довольно жесткий. И как только родители начинают активно в него внедряться, да, ну, либо они должны стать профессионалами в этой области и понимать, что происходит, чтобы не мешать, либо тогда нужно вот, ну, как бы прислушиваться к мнению учителей, которые говорят, нет, ребят, вот эта вот тема, она у нас в школе неприемлема, да. Вот. И здесь вопрос вот этого баланса отношений, он очень непростой, его надо учиться к нему. Спасибо. Спасибо.